Дорогие друзья, вот я установил себе Mac OS Snow Leopard. Выглядит это чудо примерно так. То есть установил уже StarCraft, как видно. Удобная программа для записи вводов, не вводов, а комментариев фактически. Те, кто будет смотреть, это мишка, например, знает, что такое ввода. Примерно с помощью таких же программ записывают свои вводы. Вот здесь очень удобный интерфейс. Есть, естественно, несколько рабочих столов. Между ними можно переключаться. В данном случае их четыре. Зажимаю кнопочку Ctrl, верчу как хочу. В принципе, окна. Сворачивается очень вот так вот забавненько. На клавиатуре я нажимаю, они сворачиваются. Можно, конечно, вот так. Программа открывается, закрывается. Системная память. На данный момент свободно всего лишь 248 мегабайт из двух гигабайт. У меня 2 гигабайт установлено. И при этом свободно только 200. При нормальной работе, если только запретить компьютер, занимает около 700 мегабайт. То есть свободных остается гигабайт 200-300. После работы, после длительной работы, конечно, у меня запущен здесь и Chrome, Google. Можно это видеть. Кстати, скачалось. Ну, давайте, вот прям буквально, раз уж зашла речь. Решил я установить себе ICQ. Скачал клиент. Вот он, адиом. Сейчас я его скопирую себе еще в мою папочку дистрибутивов Mac, которая находится здесь. А, ну, или вот я ярлычок на нее сделал. В принципе, Mac Distrib. Сюда они так ярлыки называются в Mac. Сюда просто скопируем. Копируемся. Они копируются. Когда мы можем сделать так, прям, адиом, адиом, ади, вот она, хоп. Копировать, в чем дело, вставить. Вот он, скопировался, вставил. Это, как вы поняли, поиск, как производится в Mac. Здесь вместо проводника или какого-либо другого файлового менеджера присутствует Finder, Mac-овский, Apple-овский. Видите, у них даже рожица Apple-овская. А, ну, в общем, можно сделать, чтобы окна, конечно, сворачивались и здесь появлялись, вот после этой линии. Появлялись справа. Для меня удобнее, чтобы окна сворачивались в программу соответствующую. А иначе, вот запустил ты, допустим, у торрент. Нажал и свернулся. А он будет сворачиваться не в программу, как вы сейчас видели, а вот сюда залазит. И таким образом здесь скапливается очень много окон. Поэтому у меня сворачивается в программу. Но, как видите, при нажатии на программу, как бы, нету, не появляется окна выбора, какое окно из свернутых в эту программу можно нужно открыть. Для этого можно зажать на ярлычке, подержав несколько секунд, он отобразит фактически все открытые окна этой программы, вот в видеотест, например. Еще есть вариант. Вот я могу на клавиатуре нажимать клавиши F9, таким образом отображать программы, ну, все окна всех программ, которые у меня работают на данный момент. Причем, зависит от рабочего стола, на каком рабочем столе свернуты сколько программ, столько у меня свернуты сейчас. Вот видите, за линией разделителем, снизу отображаются свернутые окна. А сверху отображаются окна, которые у меня на рабочем столе. Вот я осторожно, модерн, посматриваю иногда. Он у меня открыт, буквально я работаю. Никак на работе не сказывается. iTunes, опять же, открыт, но не запущен. Сейчас мы музыку еще пустим. Не знаю, будет ли она страшна на фоне записи, не знаю, скоро. Вот, есть еще, можно отобразить, не буду рассказывать про эту функцию. Вот такая удобная функция, допустим, если нужно сыграть StarCraft, а у тебя амориакон на рабочем столе, и ленихся сворачивать, нажать одну кнопку и запустить его отсюда. И не запускать. Вот, ну, естественно, несколько рабочих столов, можно еще между ними вот так переключаться. Нажимая кнопочку F8, появляется несколько окон. Несколько рабочих столов в видео. Ну, вот такой вот прием вы могли видеть. Если интересовались, если интересовались, макойсью, то вот это все демонстрировалось, конечно. Переносится туда, переносится сюда, все время, да. Так, ну что ж, вот он закачался, адиум. Сейчас мы, наверное, откроем все-таки папочку. Вот она. С адиумом. И установим. Программа здесь устанавливается следующим образом. Распространяется они чаще всего в формате DMG. Это что-то вроде ISO. На всем нам известном. Здесь может пропустить нажать. Не знаю, зачем это придумано. То есть, нажимаем на кнопку. Он маунтит образ. При этом он отображается здесь. Таким же образом подключен и StarCraft на данный момент. Вот он отобразился. И автоматически идет автозапуск программы. Открывается папочка с программой. Вот. Выглядит где-то так. Вот забавное установление. Меня удивило, честно говоря, как установка происходит в персистеме. Тем удивило, что вот так обычно запускается. Монтируется образ, появляется окно с программой. Там какая-нибудь темка на заднем фоне. Вот, как в данном случае видим, адиум. И вот есть два ярлыка. На первых взглядах они не особенно заметны. То есть, на самом деле, это ярлык. Вот, могу взять. И это тоже ярлык. При этом это ссылка на аппликации на твоем компьютере. То есть, вот на эту папку программы. Здесь вхранятся все программы. Берем и переносим. Вот она, программа устанавливается. Фактически она, что-то компилированная, готова к работе. Ее просто покопируешь. Конечно, большие программные комплексы, Microsoft Office, они именно требуют установки. А вот таких небольшие программки, они их достаточно копировать просто. И все. Вот, здесь открываем и ищем. Изначально программка, которая только недавно была скопирована, ни разу не была запущена, выглядит вот так. С перечеркнутым крестом. И при первом запуске он спросит, действительно ли программа была загружена из интернета? Действительно ли вы хотите? Типа УАКа в Windows. User Access Control. Добрый пожаловать, Вадим, продолжительная русская, приятная служба. Давайте ее учетную запись. Я, наверное, не хочу добавлять учетную запись, поэтому я постараюсь попробую обойти. Добавление. Павел отключен. Подключен, отключен, подключен. Вот, кстати, да. Особенно в Mac'е такая интересная вещь. Видите, окон нету. Надписи файл, правка, вид. Все, есть верхняя панель всегда. Да, только верхняя панель, которую вы видите, я нажал кнопочку, вот эта верхняя панель. Она всегда только здесь. И при переключении между окнами содержимое этой панели меняется. То есть, например, свернули, видите, оськи, вот такая панель, собеседник. Ну, здесь такая панель. Окей. В зависимости от того, какая программа запущена, на переднем плане активно. В зависимости от этого и меняется содержимое верхней панели. Ну, интересно. Мне кажется, это довольно удобно, на самом деле. Потому что от каждого окна не отбирается еще небольшой процент экрана. То есть, там, где-то процента 2-3 от экрана. А вот эти 2-3 процента только однажды отбираются, а не у каждого окна. Может, кому-то казаться неудобно. Настроечки. Сейчас мы попробуем все-таки настроить. Я еще впервые запустил эту программу. Сделать пожертвование можно обязательно. Присоединиться к разработке. Это первым делом. Просто первое, что нужно сделать. Можно не показывать. Можно не показывать другие. Так, подключить. Все, добавить учетную зону. Ну, да, видимо, все-таки вот так нужно было сделать. АСК. Номер АСК. Номер АСК. 294-030-576. Моя АСК. Пароль. Я вам не буду говорить. Подключаться при запуске не нужно. А, хотя при запуске нужно. Не компьютер, а программу. Личная, вообще, ПАПС-картинка. Дополнительно сервер. Кодировка. Вот, по-моему, кодировку, конечно, нужно изменить. Мне почему-то кажется, что на UTF-8. Если мне удастся найти. Я думаю, на эти мне ее все-таки должно удасться. Удастся. CP-1958. И вот вижу, что я не вижу в UTF-8 нигде. Кои-8Т даже есть, как вот Корея. Япония, Китай, Japan, Симон, Симитик. Симитик, я не знаю, что означает. Клэй, у нас незнакомые кодировки. Мак, Кириллица. CP. Так, 1253, 1252, 1251. Вот, не вижу, вот такой, ну, попробуем, ну, на 51, мне как-то должно подойти. Безопасно, шифрование, 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 чат, запросы, против, сейчас мне надо говорить текстом. Запрос, сайт, даже, сайт, фоксируем, меня отсутствует, ну, все, в принципе, вот так, попробуем. Так, статичный настроен. А, все правильно, да. Вот, появились мои друзья, множество из моих снахов. Пердольф. Сейчас мы тут приведем, напишем и отправим. Вот, очень хочется, у меня, я привык по Control-Enter, на самом деле, отправлять. Очень хочется настроить, чтобы я также отправлялся сейчас. Снавные сообщения записывать. Вот, пальцепчения по Enter Rater. Значит, Backspace у меня обычно это означало сохранять, не сохранять, обновлять, не обновлять. Но, видимо, не настрой, я так привыкать просто к Enter. Первый, вот, Fobos. Привет, Fobos. AlexWap отсутствует, что ли. 7 минут. Подключен. Photoshop, видимо. Привет. Так, у Паши, вы здесь это постоянно мигает, прикольный. Вот, вот такой танцующий котенок. Прозрачный, кстати, оберегайте внимание, прозрачный все. Очень красиво, мне кажется. Так, Диман, Кастал, Стас. Здорово, Стас, он, ну, простарова. Таффи, девочка. Привет. Из немногих в моем списке контактов. Диман, так, что будем знать, Гроу, я при помощи. Гроу может отвечать вас о различных событиях. Ну, установить. Видимо, он, сука, плагин еще устанавливает. Гроу. Ну, пусть устанавливает. Гроу. Видимо, наверное, что я предполагаю, что так, но и только для этого, то есть, но и для всех. Вот видите, как происходит интерактивная установка в маке. Кастал, что-то он здесь вот. Так, ну, здесь пароль надо. А, это Кастал мне, типа, написал. Имя, привет, написал. Для работы по настройку необходимо завершить повторно. Система, как-то надо открыть, хорошо. Завершил, открыл. Гроуль, вот, выразился. Интересно, каких событиях велась речь. Гроуль, так, для обид. Так, запасы игроков и системы. Системы. Что это за программа? Программная. Разработка. Для чего она служит? Так, объяснили. Выходит обновление, мне нужно. Программа, тема. Ну, блин, остановила, но и ладно. Наверное, больше не стоит достаточно. Так, это что-то за звук. Видимо, опять кто-то написал. Паша еще не поспрашивает. Тиран, вот. Привет, тиран. Иван. Привет, Ван. Алекс Мист. Здорово. Какой клиент? Как клиент? Как клиент? Так, тиран. А, ну вот, я теперь вижу, как мне... Как здесь отображается фиолетовым цветом, отображается то, что мне написали. Ау-лайн. Ау-лайн. Привет, злодей. Напишем. Иван. Так, злодей. Серега вербит. Вердюрин. Вердюрин. Привет. Машулькин. Так, Серега. Здорово. Сержант. Сержант. Ченс. Санек. Здорово, Санек. Так, ну и мама. Привет. Привет, мама. Так, сворачиваем. Мне нравится, как сворачивается, очень забавно. Оп. Так, можно зажать, подержать. А, ну и вот, он отобразил, какие окна еще. Все, как ее свернут, как и не свернут. Как и свернули. Так, ну что, попробуем посмотреть, что получилось, послушать.